Давайте готовиться к, собственно, рассказу. Теорема Хелли. Для прямой она звучит так. Если у вас есть на прямой несколько отрезков, каждые два из которых пересекаются, то есть общая точка для всех отрезков. Двумерная теорема Хелли. Если пересечение любых трех из нескольких выпуклых множеств не пусто, то не пусто и пересечение всех. Ну, на всякий случай доказательства. Но сначала важные слова. Смотрите, если у нас есть бесконечно много выпуклых множеств, каждые три из которых имеют непустое пересечение, то теорема Хелли просто неверна. А именно, берем полуплоскости, n из которых состоит источник абсциссы больше числа n. Понятно, что когда n будет стремиться к бесконечности, то пересечение будет уходить вправо. И то же самое. Открытые полосы, где абсциссы от нуля до одной n. Их пересечение тоже пустое. Ну, в общем, для любого, кто занимался математикой, в смысле математический анализ, так сказать, основы, там всякие замкнутые множества, ограниченные множества, неограниченные множества. Для всех таких людей совершенно ясно, что происходит. Желательно иметь компакт. Кто знает, тот знает, и тому это даже скучно. А кто не знает, тому надо просто выучить вот эту тему. Компактность. Для любого набора замкнутых, выпуклых подножеств, если пересечение любых трех не пусто и ограничено, то не пусто и пересечение всех. Замечательно. Замечательно. Теперь все-таки доказательства теоремы Хелли для конечного числа. Пусть есть четыре множества выпуклых, каждые три пересекаются. Введем такое обозначение. А, два, три, четыре. Это точка, которая принадлежит второму, третьему и четвертому. Они же три должны пересекаться. Первому может ей не принадлежать. Если она принадлежит первому, то уже все. У нас уже есть точка из всех четырех множеств. Вот. Ну и то же самое. Один, три, четыре. Один, два, четыре. Один, два, три. Дальше смотрим, как выглядят вот эти четыре точки. По большому счету это либо четырехугольник, либо треугольник. Отрезок частных существ треугольника. Так вот, посмотрите картинку. Вот пусть у нас есть три точки. Тогда совершенно понятно, точка А, один, два, три принадлежит четвертому множеству. Ну все, есть пересечение. Для четырехугольника. Вот смотрите, здесь есть один, три и здесь один, три. Значит, весь зеленый отрезок принадлежит и первому, и третьему. Точно так же. Здесь есть два, четыре, здесь есть два, четыре. Значит, весь коричневый принадлежит второму и четвертому. Значит, точка пересечения принадлежит всем четырех. Это база индукции. Переход к четырем множествам. Но на самом деле это рассуждение дает одновременно и индукционный переход. А именно, надо рассмотреть, я уж не стал здесь выписывать все эти обозначения, значит, четыре точки. Первая лежит во всех, кроме, может быть, первого множества. Вторая во всех, кроме, может быть, второго. Третья во всех, кроме, может быть, третьего. Четвертая во всех, кроме, может быть, четвертого. И ровно так же все получается. Вот на этом мы закончили первый нетривиальный кусок сегодняшнего рассказа, а именно доказательства теоремы Хелли.